Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Карачева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Рашид Тимрезов доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и планах на перспективу. В целом ситуация вполне скромная, скажем, удовлетворительная, объём промышленного производства растёт, сельхозпродукция выпускается в большем объёме, безработица снижается, она только заметно снизилась до 5%, она ещё, конечно, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но всё-таки снизилась почти в два раза. Это незаметный момент. Тем не менее, есть вопросы, требующие особого внимания. Почему-то у вас, не знаю, может быть, это не совсем так, вы сейчас поясните, растёт стройка. Владимир Владимирович, у нас на итоговом оперативном штабе под председателем Хуснулина подводили итоги, мы там в четвёрке или в тройке лучших. Понятно, что у нас, к сожалению, сейчас ИЖС больше, чем МКД, но и по МКД мы тоже растём по квадратному метру на человека. Но я хотел бы вам ещё сказать, те ваши решения, которые вы приняли по социальной дегазификации, они тоже влияют на рост водимого жилья, потому что люди подключают бесплатно, и, соответственно, мы это жильё тоже уже считаем. Поэтому вот эти цифры я точно знаю, не хочу с коллегами там спорить, но коллеги из правительства отметили так. Это данные Росстата, поэтому... А инвестиции как вы видите? Инвестиции у нас тоже выросли на 18% в основном капитала и растут. Я вам докладывал о том, что мы в течение трёх лет должны создать более трёх тысяч рабочих мест. Мы с этой задачей... Да, да, да. Но это видно по всем материалам, это правда. Хорошо. На что хотели бы... Я хотел бы вас поблагодарить за решение по году семьи. На самом деле мы уже справили свой штаб, те меры поддержки, которые и вы уже обозначили, и те региональные программы у нас, и финансовые, и не финансовые меры поддержки семьи. Ну, во-первых, всё-таки у нас... Каждая третья семья является многодетной. И всё-таки у нас в одном доме живёт три поколения может жить. Бабушка, дедушка, внуки, дети. И республика ещё является шестой в Российской Федерации по продолжительности жизни. Конечно, пандемия сказалась. Но те ваши поручения к 30-му году 80 плюс мы неукоснительно с правительством Российской Федерации работаем. И я думаю, что у нас будут результаты его отсутствуют. Ну, и Владимир Владимирович, также у нас очень много мер поддержек, которые тоже с годом семьи они связаны, они перекликаются. Это то, что касается ещё и поддержки наших ребят, которые принимают участие в СВО и по членам их семей. Мы очень активно работаем с фондом, который был создан. Хочу сказать, что у нас несколько мер, в том числе и финансового и нефинансового характера. Ребята сегодня самоотверженно находятся в зоне СВО. Их семьи, каждую семью мы знаем. Знаем, какие проблемы есть. Какие их, естественно, оперативно мы решаем. Это очень просто. Я вас прошу держать это лично. Я сам лично источался. Думаю, мы погибших. Поэтому каждую семью знаем, никого не забываем. Ну и говорю о том, что я их не буду перечислять, там, наши выплаты, там, всё. Ну, здесь же мы это всё на контроле. Вы контакты развиваете с Старобельским районом в Луганске? В Луганске у нас, да. Мне не нравится такая подшефная территория. Ну, да-да-да. Партнёрская. Попротимская. Попротимская, да. Владимир Владимирович, отдельные слова благодарности вам за национальный проект. Поликлиника? Да, поликлиника, введённая там в горах. 486 объектов построили. 486 объектов с 2018 года. Поэтому мы эту работу активно будем продолжать. Ну и отдельные слова благодарности я на прошлой встрече попросил, обратился к вам, чтобы вы нас поддержали. У нас единственный драматический театр большой в Республике. Республиканский центр был без театра на протяжении 10 лет. Он был закрыт, заговоренность. В этом году с правительством Российской Федерации мы начинаем, приступаем к его строительству. Для Республики такое важное событие. Это центр молодёжного и национального творчества. Где? В столице, в городе Черкесии. Это он был, а это вот так планируем сделать. И дошкольные учреждения? Дошкольные учреждения, во-первых, ещё раз в благодарности за капремонт школ. Это просто 45 школ капитально отремонтировали. А то, что касается детских садов, мы даже на капремонт из своего бюджета в этом году выделяем 200 миллионов рублей. И 12 детских садиков будем капитально ремонтировать. Очерёдности у нас от 3 до 7, от 0 до 3 в Республике она отсутствует. Но всё-таки полного покрытия нет. Нет, полное покрытие у нас есть, где-то с подвозом, к сожалению. Но дело в том, что, Владимир Владимирович, я считаю, что использовать с случаем, если можно, попросить всё-таки такую программу, как по капремонту школ, её всё по детским садам. Хорошо. Правительству поставили такой вопрос обязательно. Ну, в целом, так, движение очевидное вперёд, это ясно. Идёт. Развитие республики, замен. На лыжах катаются? Катаются. 2 миллиона посетило Карачаево-Черкесскую республику, где 500 тысяч населения. А, прилично. А сейчас вот начало? Сейчас сезон, снег есть, всё, народ катается. Я вот буквально посмотрел сейчас в веб-камеру, то есть такая вот, всё посмотреть. Люди катаются. У нас там в Архазии вечернее катание, есть люди и вечером катаются. Трассы освещены, да? Ну, там две трассы освещены, но людей это устраивает, особенно с детками вечером покататься. Да, конечно, если погода хорошая. Одно удовольствие. Карачаева-Черкесия в числе трёх регионов приняла участие в торжественном открытии новых объектов в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Церемония проходила в режиме ВКС на международной выставке в форуме «Россия» с участием заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Так, в селе Учкикен состоялось открытие поликлиники центральной районной больницы после капитального ремонта. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что теперь качественная первичная медицинская помощь станет ещё доступнее и комфортнее для жителей не только села Учкикен, но всего Малокарачевского района. Я хотел бы ещё слова благодарности не только лично от себя, а от жителей республики, от этого прекрасного замечательного коллектива передать вам всем. Хочу вас заверить в том, что работу по улучшению системы здравоохранения мы продолжим и благодаря поддержке правительства Российской Федерации, конечно же и региональные программы. И здесь в первую очередь, конечно же, слова благодарности нашему национальному лидеру, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов в ходе рабочей поездки в Малокарачевский район встретился с жителями района, матерью троих сыновей, участников специальной военной операции Натальей Айтековой и с жителем Красного Кургана Рашидом Акбаевым, участником СВО, который находится в отпуске на реабилитации. Рашид Темрезов поблагодарил гвардии капитана Рашида Акбаева за службу и Наталью Игоревну за достойное воспитание сыновей, мужественных, отважных ребят, которые стали на защиту нашей Родины и её интересов. Глава республики в ходе встречи поинтересовался, в чём нужна поддержка и помощь, и отметил, что во всех вопросах власти окажут содействие. Также глава Карачева Черкесии Рашид Темрезов провёл рабочую встречу с главой Малокарачевского района Рамазаном Байрамуковым. Рамазан Пахатович рассказал об итогах социально-экономического развития района и о планах на текущий год. В этом году в селе Учкикен завершаются строительство школы номер 7 на 960 мест и ремонт Дома культуры в Первомайском. А в двух сельских школах начнётся капремонт. Также обсудили вопросы, связанные с водоснабжением и социальной дугазификацией частных домовладений. Ещё одна важная тема – поддержка военнослужащих и членов их семей. В год семьи в Малокарачевском районе запланировано много мероприятий. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 15-20. Температура ночью до 5 градусов мороза, в горах до 10 градусов ниже нуля, днём плюс 3, плюс 8 и местами 13 градусов со знаком «плюс». Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 15-20. Температура ночью минус 3, минус 5, а днём 5-7 градусов выше нуля. В Хабезе открыли памятную доску ветерану Великой Отечественной войны Хамурзе Асланову. Мероприятие прошло при участии представителей районной администрации, регионального управления Росгвардии и сельских жителей. Хамурза Ахмедович в 1939 году был призван на военную службу. С началом Великой Отечественной отстаивал родину в составе 26-го кавалерийского полка. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал Днепур, освобождал от фашистов Киев. Хамурзе Асланов был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной звезды, двумя медалями за боевые заслуги. Международный тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии, Абазинском, Карачаево-Балкарском, Кабардино-Черкесском и Ногайском написали более 5000 человек на 150 площадках по всему миру. Количество мест проведения просветительской акции, организованного при поддержке главы Республики Рашида Тимрезова, увеличилось с 30 до 150. В этом году недоброжелатели попытались помешать проведению диктанта. Хакерской атаке был подвергнут сайт, из-за чего он был недоступен в течение трех часов. Но это не помешало команде проекта обеспечить трансляцию диктанта на альтернативной платформе, рассказал автор и руководитель проекта и у ректора КЧГУ Таусултан Узденов. Ежегодно в акции участвуют во всех регионах России, где живут представители народов Карачаева-Черкесии, а также Абхазии, Турции, Франции, США, Киргизии, Казахстане. В этом году к диктанту впервые присоединились из Австралии, Голландии, ОАЭ, Саудовской Аравии. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Анна Медиум». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова